Всем привет! Недавно произошла неприятная ситуация с такси под ключ. По примерным подсчетам пострадало около 300 человек. Я знаю, там было около 100 людей, там было около 300. С зачинщиком этого всего кипиша оказался вот человек, который начал наконец-то призывать к тому, что по 3... Сколько там максимально ожидали? Сколько времени ждали машину? Да, да, да. Чтобы без работы сидели там. Максимально. Да. Месяц, я слышал, да. То есть ребята по месяцу сидели, но не хватало как-то, я не знаю чего. Возможно, боялись, что их просто в итоге прокинут. Они просто даже не общались с остальными, чтобы выяснить, типа, у кого еще такая ситуация. Только в моем чате оказалось 7 человек. Потом начали уже подтягиваться другие, другие, другие. И по ходу дела уже, когда начали приходить на офис, там оказалось, вплыла цифра в 300 человек, которые заплатили. И не получили либо последнюю зарплату из-за некоего Сергея, либо там, по-моему, не получали машины в итоге. То там на докатке один парень ездил вообще два дня, потому что не могли колесо сделать. Там свои ваханали. Вообще, расскажи, пожалуйста, как все было. Вообще вот последовательность. И в чем, в общем, были несостыковки. Я помню, что там тебе машину, мы с тобой когда-то встречались, кофе пили, это еще до этой всей ситуации. Ты мне говорил, что я эту машину нашел за 550 злотых. А потом на следующий день, ты по номеру понял, она оказалась 650 злотых. Ну, на следующий день я, получается, получил этот приют свой. Мне, как бы, изначально, только я приехал в Польшу, меня встретили на вокзале. А сколько ты тут вообще сейчас? С 1 сентября. В первый же день, ну, я в 4 утра приехал, в 9 утра меня уже забрали на справку о несудимости. И, ну, меня отвезли, сказали, вот, ты же знаешь польский, типа, ну, чуть знаю. Ну, вот, тебе, короче, туда, я тебя тут подожду. Я, короче, сам пошел все это, сам все сделал. Вышел из машины, он меня повез обратно на жилье, на хостел. Ну, и, как бы, говорит, надо сейчас оплатить за машину, чтобы ее забронировать, так как она, чтобы уже твоя стояла, ты вышел с карантина и будешь на ней ездить. Это 650 плюс 650, то есть 1300. 500 злотых за услугу. Ну, понятное дело, вы регистрировались по его рефералке вдобавок, скорее всего. Аккаунты создавали. Ну, наверное, я не знаю, пришел просто в офис, мне сказали, дай смартфон. Понятно. Да, регистрация. Там еще от 200 до 400 злотых, там везде по-разному, в зависимости от города и аккаунт. И, насколько я помню, что первые две недели мне, ну, не подключал ли болт. Не знаю, почему, но две недели, чисто на Uber и гонял. Вот. Первый вообще, ну, как бы, я все-таки дал эти деньги, дал. Единственное, что я протупил без видеоподтверждений, без расписок. Не знаю, как это сработало. Но мне вас покажут, что я хотя бы не один такой. Значит, я все-таки не какой-то там лох, значит, где-то там, может, как-то не знатарный. Ну, просто уточнение. Ребята уже есть такие, которые без последней зарплаты поехали в Россию, там, ну, я думаю, в Украину. Это просто то, что на аудиоразговоре, точнее, на видеоразговоре подтверждено, что так и так парень уехал, не может до сих пор получить свою зарплату. Да. Было такое, что Сергей занимал деньги, то есть, ну, не конкретно у меня, я знаю, что есть эти истории, есть там, ну, видео, это подтверждающее, то, что люди рассказывают, что у них занимали деньги, есть такие, что Сергей говорит, там, допустим, дай мне ты счете завтра, дам, в итоге на следующий день нет денег, на следующий тоже нету, потом 60 злотых скидывают, потом еще что-то. Есть такие люди, которые, ну, наверное, тоже от Сергея, получается, получают зарплату 60 злотых за неделю, а потом на следующий день 120 злотых приходят. Ну, вообще это бред, то есть, ну, в теории ты должен получать зарплату от партнера, а не от некоего, там, Сергея под ключ, то есть все, что надо, это прийти его, вот, с партнером договориться, уже требовать с партнера, у вас есть умово, у вас есть документы, и ты уже с него спрашиваешь, а не через какое-то там колено. Знаешь, я тебе так скажу, я вот приехал, спустя месяц я понял всю эту фишку, как бы, ну... Сложно, сильно сложно, прям, все, организация. Ничего сложного, вообще ничего сложного, просто из-за того, что, знаешь, ты плохо знаешь язык, тебе еще и говорят на видео, то, что, в принципе, ничего сложного, но в этом есть сложности, и если вы хотите, вы можете это сделать сами, но намного же лучше, когда тебя забирают, там, привозят, показывают все, делают все, плюс полная легализация, там, чуть ли не до карты побуда тебя доводят, все остальное, а по итогу пацаны 2 месяца ждут лицензию на такси. При том, что он говорит, не надо ехать туда, я сам все сделаю, просто приехать и забрать идентификатор, он говорит, что, типа, я подал, надо ждать месяц. Не месяц, да, да, да. Вот, я уже знаю, как это все, потому что он, как бы, бесплатно помогал, да, мне на бензин 20 злот и так далее, вот, и то я не хотел брать, вот. Ну, сама суть в том, что в какой-то момент он говорит, да, вот, готово, приезжай, завтра заберешь. Я говорю, ну, все, круто, договорились с ним на завтра, на 10 утра, и в 6 утра мне он пишет, то, что он там заболел или что-то еще, и, ну, это переносится. Я говорю, а на сколько, говорит, я не знаю, проходит неделя, то есть, тишина, ну, через 2, через каждые, там, 3 дня я ему пишу, звоню, везет, если ответит. Он всегда отвечал, вот. По итогу с этой лицензией прошел месяц, как у меня ее нету, я все-таки говорю, ну, слушай, ну, это уже, ну, как бы, месяц прошел, ты обещал месяц, месяц прошел. А ты это все время работал нелегально, да? Да. Да, а сразу на той же машине или там были какие-то смены? Смотри, я изначально приехал, как бы дал деньги за Prius за неделю, и неделю, типа, как кауция. Ну, да, ну, понятно. Вот. Ну, и все время на одной машине ездил, в основном? Нет, 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 я, получается, закончился карантин у меня в субботу, он говорит, сегодня суббота, извини, типа, никто там ничего не работает, давай в понедельник. В понедельник тоже нет, потому что, ну, я уже тогда напрягался, когда только был на карантине, сейчас себя, может, и, знаешь, как это сказать, тогда я думал, вот, что мне не везет, знаешь, там, чем сложнее старт, тем лучше финиш, знаешь, как меня там успокаивали это все, те, кто, как бы, там жил. А я уже, как бы, чуть паниковал, ну, вот, знаешь, в какой раз убедился, что вот, если чувствуешь сам, вот лучше делай, как ты считаешь нужным. Потому что, я думаю, ну, людей мало, самые дольше, это две недели, чувак, думаю, а где они все, если реклама тут уже идет, там, не знаю, сколько, ну, на тот момент она была два месяца, в сентябре это было так, вот, короче, в понедельник тоже никто не приехал, договорились на вторник, потому что там еще один человек, как бы, заканчивается карантин, вместе поедем. Я думаю, ну, ладно, как бы, там, день ничего не решает, как бы, тем более, я понимаю, за смысл ему одного меня катать, потом еще кого-то, как бы, проще, да, забить машину, как бы, чисто по-человечески, ну, понятно, да, там, день ничего не решит. По итогу, мы приехали на партнерку, название партнерки можно говорить? Партнер, вроде, там, сейчас пытается что-то разрулить, сейчас денег со своей стороны вернет, ну, наверное, нет, давай, не будем называть уже, то такое там. Привезли нас на эту партнерку, мы сделали там все эти, заполнили документы, перевели у нас там аккаунт и все сделали. Ну, он говорит, сейчас поедем, типа, а, у нас на Uber не приходили, короче, уведомления, вот это вот, подключение к партнерке, само подтверждение. Мы поехали на главный офис Uber, нам там все сделали, Серега даже нам оплатил такси до этого Uber, там уже встретились, он говорит, ну, поехали за машинами. Мы приезжаем, он нам показывает, Шкода Фавиа 14-го года и Hyundai 30-й, тоже 14-го года. Ну, я бы сказал, по 450, Шкода и 550 в Hyundai. Вот, я говорю, я возьму Шкоду, говорю, мне как раз, ну, я планирую дома делать покупку, вот данной конкретно модели, думаю, ну, я хочу попробовать. Ну, дай бог, у меня дома не будет такой машины, потому что, ну, чисто на догадках догадываться, как включать первую передачу, ну, то есть... Да нет, она просто убитая, наверное, нормально она включается. Да, она была убитая, просто, но я не знаю, и главное, тебе доказывают, что, ну, да, в принципе, все нормально, дело привычки. Ну, то есть, ты садишься, чтобы включить первую, тебе нужно сначала во вторую, а потом в первую. Ну, нет, это с завода так идет, я слышал. Да, да, это новая, инновация. Вот, короче... Сейчас, когда мы все вставляем новых, так. Да, вот, и, короче говоря, я долго с этим привыкал, скажем так. Вот, ну, и вторая была тоже у меня проблема, у меня первая, я уже потом начал это все, как бы, комбинировать. Вторая проблема была в том, что, когда включаешь заднюю, нужно нажать, и как первую включить, понял? Ну, это... Задняя, ну... Вот, но, так как я взял машину изначально задом, ехал сразу передом, поехал, поехал домой, уже все нормально, уже поехал дальше, потом таксовать уже без лицензии. Изначально, говорили, два дня максимум, ты без лицензии поедешь. Ну, два-три дня делается, да? Ну, по итогу, сегодня у нас, какое, 20 ноября? 19-е. 19-е, ну, да. Почти успел. Да, почти успел. Так, уже задняя передача, ну, так? Вот, задняя передача, я же, ну, как бы, изначально на задней не ездил, как бы, ну, не приходилось. И, короче говоря, ко мне садится пассажир, я запарковался, то есть, ну... Ко мне садится пассажир, и я думаю, надо же заднюю. Ну, хоп, нажимаю, ну, включаю, как первую. И, как бы, это парковка, ну, короче, я не знаю, как объяснить. Вот так вот стоишь. Ну, то же самое. Да, то есть, задом надо по-любому сдавать. Там нельзя выехать, как бы, с этой боком стоишь, и что-то еще. Ну, короче говоря, включаю заднюю, ну, думаю, надо же быстро тут, потому что, ну, поток идет, там, как раз увидел сзади красный, надо быстренько выскочить. И, короче, нажимаю, и прикинь, и жданчик, ты вперед едешь. Потому что она выскакивает. Ну, то есть, я же, ну, пересрал, как бы, думаю, ходил, пассажир, естественно, единицу не бахнул, первый же. Вот. И, ну, довез пассажира, там, более-менее все нормально. По итогу звоню Сергею, говорю, ну, тут что-то с коробкой какая-то, ну, дичь. Он говорит, ну, я приеду через пару дней, посмотрим. Я такой, ну, ладно, ну, короче, за эти пару дней я уже привык, там, к этому, скажем, научился, чтобы не делать вторую, первую, сразу заднюю включать и едешь вперед. Я уже это понял. А что, ну, короче, начал этим всем, ну, как бы. Короче, человек, такое создание приспосабливается. Да. Вот, ну, короче говоря, приезжает Сергей, садится за руль, включает первую. А он, короче, ну, я не знаю, как это объяснить, но он именно вот как ударил, и сильно вперед делает, и слышно, как оно хочет. Ну, понял, там, где-то что-то оно или задевает, я не знаю, не особый там мастер в этом всем. Говорит, ну, вот нормально. С силой лазит, короче. Он говорит, ну, вот нормально, едет вперед. Я говорю, ну, а назад, говорю. Ну, он нажимает, и при этом держит руку на коробке. Ну, едет назад. Я говорю, так ты отпусти руку, говорю. Он говорит, смысл отпусти руку? На меня так смотрит, говорит, смысл. Ну, вообще, это по правилам, говорит, держать руку на коробке. Это типа херня это все. Ну, нет, понимаешь, просто я думаю, может мне как-то не так рассказывали, знаешь, может я думаю... Когда человек на серьезных вещах это рассказывает, да, короче? Короче говоря, я же еще, знаешь, думаю, ну я спрошу у себя в хостеле, там же одни таксисты живут, я же подхожу и спрошу, слушай, а правда, ну, что вот так вот надо? Они такие, ты дурак? Ну, то есть я понимаю, что, ну, я уже начинаю где-то вот это все сомневаться, но бабки-то отданы, и обещания идут там, ну, через два дня. Ну, а как там по заработкам? Ну, по заработкам у меня было, ну, максимум, это было в последнее время, когда... Ну, вообще, давай. Ну, давай максимум, у меня было 3 700. Это в начале, наверное, было, да? Нет, в начале у меня было в ноль, потому что я охреневал движухи вот этой всей. Здесь, ну, я думаю, дома у меня уже никакая машина не стоит. Ты с Жигули ездил? Нет. Так что погоди еще. Нет, нет, спасибо. Ну, у меня была возможность, но она не завелась просто. Это нормально? Да. Это так Жигули ездить? Ха-ха-ха-ха-ха. Вот, ну, сама суть, короче, в том, что... Ну, 3 700 часто такое получилось? Один раз. А потом? Ну, 2 400, 2 200, там плюс-минус. Ну, опять же, когда у меня было 3 700, это, как объяснить, я в пятницу в 5 утра встал, поездил, до 11 был дома, в 2 часа выехал. Из 2 часов в дня пятницы до 4 утра в субботы, ну, то есть... Угу, до херища, короче. Может, по ней уезжать, мне сейчас передать папку, типа, и я поеду обратно. Угу. Модлин и назад, если ты тут же поймаешь, то офигенно будет, а не сидеть там 4 часа, короче, 3 часа ждать прилета. Люди этого, к сожалению, не понимают, и вот они увидели, там, 3 700 заработано. Да, супер, но человеку повезло. Как тебе объяснить? Вот эти вот все, какие там есть в рекламах, вот эти моменты, я уже сейчас понимаю, как это делается. Видос не выходит каждый день, первый день в такси, второй день, третий, всю неделю, вот так вот не выходит. Это выходит раз в две недели, когда, может быть, здесь какой-то был праздник или еще что-то. Ну, то есть, я тоже самое могу сказать, что в воскресенье сделал, не знаю, там, 600 золотых. При том, что вышел 6 вечера, 2 часа ночи приехал домой. 6 часов, по сути, там поработал, да? Ну, это был Хэллоуин. Да. И, то есть, там, ну, все горело просто. Я такого, ну, я не видел даже на болте такой раньше движухи, как они там рисуют. Так это вот недавно в праздник тоже был в среду какой-то. Точнее, в четверг был, а в среду... В независимости, да? Да, 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 да. В четверг праздник, а поляки начали отхутить, короче, в среду. И там просто разрыв, работа нон-стоп, коэффициенты. Ну, это, ну, опять же, я тоже могу выложить, сказать, ребята, так что... Да, 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 даже в будний день какие заработки, да, да, там все поподнимали по 700, короче, плюс-минус. Но вот только четверг работы не было, пятница работа ни о чем, суббота более-менее, воскресенье, ну, типа, нормально. Ну, вот, ну, то есть, это же, по сути... Я тоже могу сказать, у меня там такси под ключ, ребята, приезжайте, я хотя бы свои бабки верну, которые на меня наездили, ну. Ну, я вам все сделаю за эти 500 хотя бы, и не за 2 месяца, но не суть. Бля, да, давай, ну, все-таки я такси под ключ. Вот, да, короче говоря, я отъездил на этой Шкоде, 5 дней, мне говорят, вот, забирай Prius, а я без лишней мыслишь. Говорю, круто, поехал, короче, я 40 километров в Марке с центра, забираю Prius. И без лишней мысли, думаю, ура, все, можно включать Uber. И понимаю, что машина-то не добавлено, а мне говорят, ну, ты за нее платишь. То есть, она не добавлена, а ты за нее платишь. Я говорю, почему, я же на нее не езжу. Ну, вот так вот. Типа, ты же ее, ее пользуешься. Так, а ты там эту машину, типа, сам, говоришь, нашел? Ты тогда мне рассказывал? Я когда ее получил, ну, я поехал домой, там, ждал пока это все, ну, как бы параллельно думал, может, через куда партнерку взять машину, и она уже же будет на партнерке, если это машина-партнера. Ну, проще говоря, я листаю, 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 и в какой-то момент держу серый Prius 500. Я не скажу точно 500 или 550, но я помню, что было дешевле существенно, потому что я 650 плачу. Я же смотрю, приближаю номера, как у меня. Ну, то есть... И это в неделю разница. Да, это разница в неделю, но прикол в том, что как позиционирует себя на данный момент со всей этой ситуацией, которая сейчас сложилась, то есть последние три недели за машину вообще не платили. Ну, то есть там нормально. Нормальный долг. Да, и плюс кауцы, как объясняют, что этот Виталик, воделец, он не берет кауцы. Понятно. То есть еще на кауцы... Сколько тебе суммарно еще сейчас задолжали, недоплатили за все? Ну, если считают, что услуга не выполнена, или они это так назовут, это наша услуга, как бы, но за качество мы не гарантируем. Ну, если услугу считать, то 1800, потому что кауцы и сам автомобиль, это 1300, и 500 это услуга. Если они скажут, что, ну, мы же не говорили, что будет замечательно, мы же ее предоставили, ну, тогда 1300. Ну, и плюс я даже, ну, ты просто мне позвонил, помню, точнее, написал в среду о том, что у меня забрали машину, завтра вернут, и ты четко в выходные, получается, просто проебал без работы. Ну, по сути, мне сказали, там вообще людям говорили, что через два часа заберешь, а по итогу эта машина не вернулась. Ну, там получилось, владелец просто машину, машины позабирал, а им, ну, по ушам поездили, что это, типа, сделано с целью техосмотра. Техосмотра, да. Ну, я потом техосмотр нашел, и там до середины апреля следующего года. Самое обидное, что куча людей просто тупо молчали. Знаешь, что есть? На видео Ваня говорит о том, что если бы раньше кипиш поднимали, это все раньше всплыло бы, не было вот такой бешеной суммы долга, потому что, ну, даже 100 водителей, если вот это все посчитать, там нагрелись не на одну сотню, пожалуй, тысяч рублей. То есть, если посчитать все вместе с кауцей, с зарплатами, с регистрацией по рефералке, вот эти все вещи, там сумма даже за сотку выходит... Мне кажется, больше. Ну, это по минималке, я так считаю, за 100 водителей. Ну, вот вчера было в офисе более 30 человек. Каждый написал, сколько кому должны. Вышло 34 тысячи. Только по... На 30 человек. Ну, это только по зарплате, по-моему, там, нет? Нет, это в общем. А, не в общем написать, просто там директор вроде сказал, что нужно писать только... Потом, когда он увидел эту сумму, он говорит, ну, вы напишите только зарплату. Все, я понял. Хотя изначально, как позиционировали себя Сережа и Ваня, что деньги по-любому в пятницу дадут, мы нашли инвестора, который нам даст эти деньги, и мы сможем выплатить деньги. А по итогу, когда Сережа красиво ушел, можно рассказать, как мне? Да, рассказывай. Когда, ну, я так подозреваю, Ваня выложил историю, да, сториз у себя, то, что приезжайте всех, кого там прокинул Сережа, либо кому-то что-то должен, приезжайте на офис, мы тут будем пару часов. Ну, и как я уже ехал в этот момент, потому что я буквально минута вышел в сториз, я уже через минуту нашел человека, и я уже ехал. Но так как это выложили в 4 часа дня, как бы, сам понимаешь, что такое Варшава, какой-то трафик в 4 часа дня. Да, да. С Песечного до Судова 15. Ну, поэтому сейчас и записываем в машине, потому что тут пробки, бля, вообще жесть. Вот, 15 километров мы ехали, ну, наверное, минут 50. Я когда приезжаю, он говорит, так, ну, полчаса назад был, он сбежал просто, сказал, что в жабку за кофе, и все. Оставил, типа, сумку, оставил там бутылку воды, сказал, что я за кофе, и просто не вернулся. Вот, ну, тоже понимаешь, если, как они рассказывают, то, что они там за ним чуть ли не в магазин ходили, и без чего-либо ведома не выходил даже из дома. А тут ты его в истории выкладываешь, приезжайте все, и ты его не контролируешь? Ну да, спорный вопрос. Ну, то есть, ну, может, это глупость просто, но... Ну, ты, ну, уже начинаешь подозрения везде видеть, короче, да? Я, может, это паранойя, да, но, как бы, если ты настолько тебя прокинули, ты знаешь, что водителей прокинули, ты его не выпускаешь из дома одного, а тут ты в магазине был одного отпустил, когда созвал всех людей. Там, мне кажется, наоборот, надо было его еще крепче там как-то окружить, не знаю. После того, как ты кипиш в чатах поднял, то там уже начали, в общем, скрытую съемку вести, и другие люди тоже на присылали, там вещи такие не состыковываются, то партнер деньги напрямую присылает водителю, то уже говорят, что такое не происходило, мы отправляли Сергею, а потом опять говорят, нет, мы Сергею ничего не отправляли, и вообще как, то есть, там сильно много не состыковывали, ну, каждому человеку разные говорили, поэтому деньги нужно с партнером самостоятельно договариваться, а не вот это все. Да, никогда, вот, просто такая отсылка, вот. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, во-первых. Сделай это сам, ну, да, ты там потратишь чуть-чуть нервов, чуть-чуть переживаешь, что не знаешь, на какой автобус сесть, если и так уже дойдет, да, там не найдешь ты. Вот самое тяжелое, это просто, наверное, здесь приглашение достать, но опять же, это не есть. Оно сейчас не нужно, даже так. Да, да, сейчас туризм открыт, вот, тебе даже приглашение не нужно, ты приезжаешь в любой хостел, в любом хостеле здесь, мне кажется, один таксист, но где-то живет. По-любому. По-любому. Говоришь, братан, вот, повози меня, я тоже хочу быть таким, как ты. Да, да, и там за топливо, за то, что ты время, потому что у человека аренда, у человека топливо, понятно, там какие-то 100-150, но ты будешь уверен в том, что, ну, блядь, ты сделаешь все сам, все нормально. Да, просто таксисту скажи 30 час плачу, он тебя будет возить целый день. Сейчас таких зарплат тут, наверное, нету. К моменту выхода этого видео я уже выпущу видео пошагово, как вот самому приехать от и до все сделать, ну, смысл оплатить за, ну, если вы не можете пошагово сделать то, что я расскажу, задумайтесь над тем, может, такси это как бы не то, или доставка, да, ну, может, тогда проще пойти куда-то там на завод там за 14-15, там люди находили даже 16 злотых. Я работал на заводе автодеталей, получал 17-50, 8 часов в неделю. Ну, это поискать надо, но... Нет, это я приехал на ту же самую фирму труда, мне сказали, вот у нас есть новый завод, не хочешь туда поехать, там, правда, надо знать польский, потому что, ну, там чисто поляки работают. Единственное, что полиция тут сказали, что они не будут им заниматься, потому что это немножко другой ответственности. Как сказали, там, да, во-первых, другой, но, во-первых, просто кипиш, что коты один поднял, во-вторых, ни у кого, точнее, у одного человека из тех 30, что пришли на офис, была расписка. То есть, если бы этих расписок было минимум 3, то тогда бы уже полиция взялась... Ну, хотя бы это было у каждого. Ну, да, да, этого ни у кого не было, поэтому доказать было сложно. Да, видео есть, но это нужно через суд, это нужно судиться. Человеку, который приехал работать, зарабатывать, оно как бы нафиг не нужно, понятное дело. Оно уже хорошо, что кипиш подняли, потому что, если бы не вот это, то оно длилось бы, длилось, длилось. Там завтраки, завтраки, послезавтраки. У меня там нашлись, кто от этого Сергея ждет приглашения уже 38 дней. 54. Уже есть 54 кто приглашения? Ну, в общем, да. Приглашения, да, в Варшаве делаются дольше всего, 25 дней плюс-минус. Там может быть 21, может быть 28. По другим городам чуть-чуть быстрее, потому что тут наплыв. Ну, и там чуть-чуть изменения в законодательстве. Я в Водзе, когда ехал, ждал 7 дней. То давно было. Год назад. Вот. То год назад и я так же мало ждал. Вообще там 4 дня мне сделали. То сейчас ситуация другая. И вот проблема в том, что все терпят и ждут вот эти завтраки. Да, человек дал сотку ему за то, что он ему сделает приглашение. То есть как предоплата за услугу. И он ему выслал приглашение. Ну, типа вышли приглашение. На 54 дня ждет. И в чате через 54 дня писать. Ребята, а долго делается приглашение? Ну, то есть, я не знаю. Я бы уже... Ну, то есть, ему походу 54 дня отвечал Сережа, наверное. Завтра будет. Завтра будет. А тут перестал отвечать. А тут перестал отвечать. Думаю, да, я хоть в чате спрошу. Ну, я не знаю. Не хочу там ни в чем упрекать. Как бы сугубо личное дело каждого. Но паникуйте раньше. Начали видео присылать о том, вообще, как вот эти встречи произошли. То есть, я по факту там мог в 3D наблюдать, в общем, все, что там происходит. И, ну, ребята уже начали что-то думать, сами искать машины. Ну, блядь, ну это же можно раньше было сделать. В том же хостеле узнать. А что, как? Как происходит? Как долго? Какие налоги? Какие проценты? Ну, понимаешь, я приехал. В первый же день. Буквально, я еще в хостеле даже не поздоровался. Ну, там, может, человека 3 увидел. Потому что либо все уехали, либо еще приехали и спят. Мне сразу увезли. И буквально там все деньги забрались. То есть, я приезжаю в первый же день. Я, если хочу даже отказаться, я не могу, потому что уже деньги отдал. Не, ну, а те, кто в хостеле 3 недели сидит. Уже как бы можно было что-то подозревать, что что-то не то. Ну, есть такие люди вообще. Ну, понимаешь, вот тот, что на догадке ездил. Он 3 недели каждый день возил ее на сервис. То ходовая, то руль скрипит при этом. Он приезжает, говорит, ой, этого нету, приезжай завтра. Приезжает завтра, ему сделали там что-то с ходовой. Идем каждый день на сервис. Я не знаю, как он там размышляет это все. Но ты же изначально садишься, ты же сразу слышишь, что у тебя что-то с рулем. А завтра ты же не можешь починить ходовую, и у тебя сломался руль в этот же день. Ты чинишь руль неделю, каждый день возишь, потому что там нету деталей. Ты приезжаешь, деталей нету, уезжаешь. Ну, то есть, а когда тебе сделали руль, у тебя там еще какая-то хрень происходит. Ну, то есть, изначально, ну, ты же ездишь все равно в своих целях. Ну, то есть, ну, как... Так, ты еще говорил, что тебе начали в личку писать те, кто не добавился в чат, потому что боятся, что из-за того, что их увидят в чате. Да, были тоже такие люди, которые говорят, что, ну, как объяснить, им обещают машину. То есть, уже все хорошо будет. Третью неделю. Да, третью неделю им это все обещают. Они говорят, нет, все, я ухожу, я уже там нашел себе партнерку, я там уже все сделал. Вот просто он даже уже с ними общается, готов завтра к ним приехать. Но он общается с Сережей, ему обещают завтра машину салона. И он говорит, нет, ну, я день подожду, ну, три недели ждал, и теперь я буду уходить. Типа, я не для этого ждал. Ну, то есть, такое. А когда я говорю, ну, добавься хотя бы в чат, там, ну, будешь хотя бы в сути, вот, в курсе держаться, ну, то есть, всех событий. Он говорит, я не буду никуда добавляться, потому что, ну, если меня там увидят Сережа или Ваня, я не хочу, чтобы они меня вообще прокинули или уволили. Я сижу здесь три недели. И уже завтра будет хорошая машина, да? Да, и уже завтра у меня будет машина салона. А на следующий день я ему звонил, он говорит, да нет, мы решили, что у меня останется это, но там нужно что-то ему было сделать с этой машиной. Ну, то есть, там какой-то момент был, я уже точно не помню. Потому что сейчас последнее время, когда вот кипиш весь поднят, я уже не знаю, как это все объяснить, но мне просто звонят кучи неизвестных номеров, которые, да, я как бы, ну, у меня в Телеграме мой реальный номер стоит. Ну, зря, нельзя так делать. Вот, ну, ладно. И мне реально звонят и говорят, алло, слушай, а что там это, а что там это? Мне вообще некоторые люди говорят, давай я тебе заплачу, чтобы ты мне сделал все. Я говорю, там, не надо мне ничего платить, говорю, я там, как бы, отсылочка такая, я сделал, да, одному человеку, это бесплатно, там, за 4 дня. Ну, в чате писал. Да, даже там в чате писал, типа, спасибо, там, все такое. Но сама суть, ну, не стоит оно, как бы, тех денег, поймите. Вы, когда это сами сделаете, ну, это, знаете, глаза боятся, руки делают, вот реально. Потому что, ну, самое сложное, это просто передвижение по городу Варшава. И то, они настолько рядом все это находятся, что там, по сути, наверное, пешком минут 20 пройтись. Между... Ну, типа, да. Ну, перевод прав, хорошо, это сколько там пройтись. Ну, смотря, куда же ты пойдешь. Ну, опять же, это не одно место в Варшаве, где это делается. Да, много. Это можно найти. Медицинский психотест, это вообще... Короче, есть Google Maps, и по нему можно передвигаться даже на общественном транспорте. Мне кажется, ну, даже если бы Ваня просто в видосе бы сказал бы, вот, адреса, где это все сделать. Или за 100 злотых даже бы это продавал. Ну, грубо говоря, ну, хотя бы так. Ну, а так, по сути, и обещание 500 злотых. А сейчас, кстати, позиционирует Ваню, знаешь как, что мы Сереге не должны были давать деньги ни на медсправку, ни на машины, ничего. Мы просто ему должны были дать 500 злотых, а все остальное, типа, он бы возил бы, мы бы платили бы на месте. А, типа, этот Сергей, он брал сразу всю сумму. То есть, сумму и 500, и плюс за... Ну, 500 за услугу, 450, медкомиссия, 1300 автомобиль. А, подожди, медкомиссия 450, да? Да. А, то есть не 300, а 350, да? Не, 450 он брал. Ну, он туда говорил, что тебе и обклеится она. А, нет, он говорил отдельно, обклейка стол. Отдельно обклейка, да. И партнеры делают это бесплатно. Ну, и шашку, он говорит, сотка. Тоже, да, 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 в интернете 30, на Allegro или Uber присылают бесплатно. Ну, у меня шашка была в багажнике, но я за нее не доплачивал. Я сказал, что она была в этой машине, все, что в машине, я за нее заплатил, все. Когда ты на Украину возвращаешься? Ну, планирую, я все-таки, наверное, поеду завтра, потому что... В субботу. Да, в субботу, потому что фирма сейчас говорит, что надо это все осмотреть, обдумать. В понедельник, вторник, среду мы это все посчитаем, и там, возможно, получите... Ну, и там уже получите автомобиль, будете ездить. Я говорю, смысл вам не ждать, то есть я и так уже полторы недели сижу, еще, грубо говоря, полнедели ждать, это две недели, через неделю ехать домой. Мне больше будет пользы уже дома. Вот. А по поводу заработков, ну, выходные, я думаю, 500... Не, вообще, вот ты за все время что-то зарабатывал, или ты отправлял домой? Ну, я так скажу, я за... При том, что я дома не питался, я питался в основном в заправке. Да это правильно, нехрен дома вот это, мне там пишут, а что ты с собой берешь туда-сюда, нехрен. Вы должны жить, и тепленькое кушать, и нормально кушать. Ну, типа, ну, ой. Ну, типа, смысл себя ущемлять? Ты работай, тем более, если ты там по 14 часов, у тебя еще что-то парится за, что-то там дома готовить? Ну, нахер оно надо? Я рассуждал по-другому. Я сейчас потрачу, да, деньги, да? Проезд туда-назад? На питание, потрачу на проезд туда-назад. Да, я там приготовлю, я потратил время, которое я могу поездить. И я так, ну, плюс-минус подсчитывал, когда я понимаю то, что... Ну, вот что я зайду в кафе, започу 10 злотых за какой-то супчик, да, там, если мне это надо, что я потрачу, ну, вот, 10 километров, если повезет поехать домой, бывает, что 40. И когда ты едешь 40 километров домой, но я ездил на газу, у меня получалось 25 копеек километров. То есть, ну, грубо говоря, вот, ладно не 40, 20 километров, да, это 5 злотых, вы тратите только в одну сторону, и минус часа-полтора это минимум. А сколько можно заработать за это время? За полтора часа, ну, плотинник. Ну, 40-50, да, да. Да, ну, еще что ты дома должен же что-то тоже делать. Да, ты время еще тратишь дома перекусить. Плюс ты, как бы, дома, ну, можно и поваляться, и оно размаривает. Настрой вообще меняется. Да, хотя бы какой-то ритм, особенно если оно идет. Ну, как бы, я купил себе, утром выезжаю, купил большой кофе, там какой-то бургер кинул в бардачок. В маке за 4,50 вообще классно. Херня. Орленбургер рулит. Не знаю. Давайте рекламу делать. Не знаю, мне 4 таких бургера. Ты пробовал? Орленбургер нет, но мне за 4,50, 4,100 тысячи. Херня все это, там за 12, вот такой здоровый с бекончиком, сейчас едембургер хавать. При моем вот этом всем питании, при том, что я дал, как бы, платил за жилье, как бы. Ну, за Прушков, за проходную комнату до 3 человека в хостеле, 600 злотых в месяц. 600 злотых, это дохрена. Просто на секундочку, можно снять комнату на двоих, не в хостеле, за 800-900 тысячи. И, ну, более ближе до Варшавы. Да. Воно и дешевле, и лучше. Да вот, офис, и сверху над ними хостел. Ну, то есть, это дохрена за то. Просто поселили, ну, то есть, так, когда вы сами приезжаете, вы можете выбрать хостел. Да. Вариантов херовая куча. Инстаграм, ВК, Фейсбук, ОЛХ, там по-нашему разговаривают. То есть, тут нету такого, что с поляками. Ты можешь выбрать, можешь пообщаться, можешь договориться. А можешь вообще комнату снять за 600, 700, 800. Ну, единственное, что да, надо будет, как бы, какую-то, наверное, предоплату внести за нее. Нет. Нет. Если ты с нами договариваешься, ну, с нашими, нет. У меня уже куча людей в чате, которые вот через Инстаграм просто, ну, не со мной, а вот нашли через Инстаграм хостелы, туда приехали, и все, без проблем. Либо там есть, там, комната освобождается с такого-то. Человек приехал, он тут побыл, там, день, например, да, и сразу он едет туда заселяться. Ну, это у защипенных сейчас получится, у кто без прививки, нет. Ну, ну, дальше заработки. Вот. По заработкам, я скажу так, в ноль я отъездил, у меня вот сейчас 3200 с чем-то. Ну, это за, по сути, по сути, минус карантин, минус ожидания автомобилей, это, грубо говоря, еще дней 5-6, потому что то он, ну, на сервисе у меня был один день, то полторы недели сейчас вообще выпало. Когда я вышел с карантина, я еще 5 дней ждал Шкоду, потом я 3 дня ждал, пока добавится Приус, ну, то есть это все, грубо говоря, ну, на дистанции, оно нормально получается. Да, и плюс она 2 недели раньше уезжала домой, чем панировал. Ну, грубо говоря, за 2 месяца трешка у меня есть, но это чисто. Золотых. Да, трешка золотых, но это с минус в 7. А, нет, ну, еще домой отправлял там, ну, пускай 3,5 будет. Вот, и, по сути, с трешкой уезжаю. В любом случае, меня радует, что я не попал, как другие. Ну, не то, что меня это радует. Ну, да. Я имею в виду то, что еще хуже есть. Есть ситуация намного хуже, когда они просто один раз его видели, отдали деньги и больше не увидели. Вон, как пацаны сейчас сидят и говорят, ну, у нас нет денег, как можно доехать? Типа, я говорю, ну, метро тут недорого, типа, а метро туда не ходит. Я говорю, ну, там можно на автобус пересесть. Он говорит, да ну, как бы, ну, у меня есть деньги на украинской карточке, типа, и все. Я говорю, ну, так сними здесь. Я говорю, сколько там? Он говорит, 120 гривен. Я говорю, не рассчитается. Ладно, я это все постараюсь с 50-минутного видео уложить в 20-25. Дай бог. Да, хорошей тебе дороги. Всем пока. Спасибо в любом случае, да. За опыт. Спасибо.